добрый день дорогие друзья на связи специалисты с компании server flow в этом ролике мы с вами поговорим о интересном ускорителе дело в том что прямо сейчас перед вашими глазами находится ускоритель под названием huawei атлас 300i model 3000 дело в том что это не видеокарта хоть и выглядит он как-то похоже выглядит он то ли видеокарта то ли такой знаете ssd-шник формате htl но это npu это специализированное устройство для ускорения задач связанных с обработкой искусственного интеллекта и вот в этой маленькой карточке которую вы видите прямо сейчас находится 32 гигабайта памяти и эти 32 гигабайта памяти достаются вам по достаточно демократичной цене таким образом эти ускорители сыскали славу достаточно бюджетных карточек для локального развертывания искусственного интеллекта в этом ролике я бы хотел вскрыть один из таких ускорителей и продемонстрировать вам что же находится внутри него благодаря чему компании huawei удалось достигнуть вот тех вот показателей производительности который может предоставить эта карточка давайте возьмем отверточку и тихонечко это все препарируем а пока мы это все препарируем я буду тихонечко вам рассказывать про характеристики этого чудесного ускорителя и так первое о чем стоит поговорить это то что этот ускоритель дает вам 22 топса в int 8 конечно кто-то может сказать что по сравнению с сегодняшними встройками всякие новомодные и процессоры встраиваемые ноутбуки это как-то даже сравнимо с ними а в чем-то даже меньше но я хочу вам сказать вот таких карточек можно поставить в один сервер порядка 6 либо даже 10 штук и в этом и заключается их преимущество что они маленькие компактные не требуют дополнительного питания и располагают своей памятью дело в том что вот эти вот все встроенные нп юшки в процессор используют оперативную память в качестве памяти для развертывания искусственного интеллекта а у этого ускорителя память своя а значит нейронка будет работать быстрее помимо того что эта карточка имеет 22 топса она еще офигенно работает с обработкой фотографий и видеопотоков дело в том что этот продукт он по факту представляет из себя симбиоз симбиоз карточки для инференса искусственного интеллекта и симбиоз карточки знаете для видео аналитики то есть конкретно вот эта карта она может тянуть за собой внимание 80 каналов декодирование h264 либо h265 25 кадров в секунду прямо сейчас вас на экране выведу подробные характеристики по работе с видео но также хочу сказать что она умеет работать и с фотками дело в том что эта карточка может себе позволить декодировать 256 кадров full hd в контейнере jpeg согласитесь это очень недурно и как вы понимаете многие из камер видеонаблюдения поддерживают функционал просто упаковки фотографий и для каких-то задач это может быть также полезно и так теперь когда мы открутили с вами все болтики мы с вами будем пытаться этот ускоритель тихонечко приоткрывать с учетом моего опыта который я получил при вскрытии карточки точнее не карточки ssd накопителя intel я буду делать это вдвойне осторожнее количество все-таки термопрокладок здесь серьезная и мне нужно понять как это сделать кстати здесь на ребре вы можете заметить то самое название модели атлас 300i model 3000 осторожненько так вот да теперь у нас все получилось итак давайте внимательно смотреть что у нас с вами перед глазами у нас отделилась система охлаждения мы можем видеть что система охлаждения сама по себе выполнена виде такого монолитного куска я так полагаю это медь вот для всех чипов которые расположены на печатной плате здесь имеются посадочные места под посадочными местами я подразумеваю вот такие вот пятаки которых здесь действительно немало и непосредственно теплоотвод производится при помощи вот этих вот пятаков используется так называемая термо жвачка хотя это больше похоже даже на термопрокладку и так сама печатная плата как вы можете заметить здесь мы не наблюдаем какого-то большого процессора дело в том что на самом деле в этом ускорителе находится не один а четыре маленьких процессора ну правильно называть их правда не процессоры а нп юшки и вот эти вот чипики которые чуть больше чем чипики памяти называются так называемые ascent 310 и ай процессор и вот этот ускоритель он работает по принципу бифуркации каждый из этих чипиков конкретно в модул 3000 имеет по две линии писи экспресс они все сходятся вот сюда вот шину и конечном итоге это устройство работать через писи экспресс x8 нужно понимать что модул 3000 он больше как я понимаю под арм системы заточен поэтому здесь используется x8 шина модул уже 3010 там каждый подключается через не 2 а 4 линии поддерживается стандартные бифуркации там в этом деле все работать немножко попроще так а теперь чтобы показать вам что здесь есть что я так понимаю мне придется все это дело почистить а потом воспользоваться новыми термопрокладками или терможвачками спустя 5-7 минут кропотливой работы мне удалось очистить системную плату от терможвачки и нашему вниманию открывается внутренний мир huawei атлас 300 ай и как я уже говорил ранее здесь действительность имеется 4 чипа 4 чипа которые работают в рамках дефоркации по 2 линии то есть каждый из чипов подключается в шину писи экспресс через две линии каждый из чипов имеет по несколько чипов памяти и получается что весь объем 32 гигабайта это у нас получается совокупный объем всех четырех чипов но устройство которое нам продают она подразумевается как знаете как едины и в действительности huawei сделала так чтобы это работало буквально как единое устройство но тем не менее в рамках железа это выглядит именно таким образом давайте попытаемся зафиксировать какие-то маркировки которые здесь есть для того чтобы понимать из чего же все-таки состоит сам huawei атлас 300 ай ну и наверное первая маркировка которую мы можем с вами заметить это чип хай 1910 это и есть чип асцен 310 и таких чипов у нас здесь с вами 4 штуки помимо этого на системной плате виднеются другие чипы производства хай силикон например здесь имеется еще один чип с маркировкой к 6421 ну и в принципе в рамках моих познаний в электронике я бы сказал что это какой-то контроллер питания но думаю более подробно можно посмотреть в дата шить и получается таких чипов здесь 4 и я действительно считаю что это контроллера питания также здесь имеется такая большая катушка индуктивности но не берусь утверждать что это действительно катушка индуктивности все-таки у нее такая интересная биджей пайка и вдруг там какие-то еще контактики интересные имеются с той стороны и получается что huawei атлас 300i работает вот в такой вот конфигурации также совсем забыл рассказать вам про вот эту память дело в том что эта память тоже она такая знаете немножко с приколом дело в том что эта память формата lpddr4x и вы можете возмутиться и сказать что эта память медленной и я с вами соглашусь дело в том что huawei я так понимаю здесь использовал такую знаете идеологию в которой они как бы экономят но достигают каких-то высот и условно говоря в действительности вся эта память ddr4x которая здесь установлена дает результирующую пропускную способность 204 и 8 гигабайта в секунду чего в принципе достаточно для инференса такого знаете более менее начального уровня ну и нужно понимать что все-таки память своя это всяко лучше чем обращаться в оперативку память естественно использует технологию cc так что все это сделано по высшему серверному классу таким образом китайцам удалось создать вот такой вот маленький пью который может встраиваться в 1 юнит в 2 даже наверное 4 сервера хотя там зачем нужна такая маленькая плата расширений и благодаря этим платам эти сервера получают и ускорение на самом деле интересная разработка и наверное каких-то аналогов не китайских сложно даже назвать и поддаем должное компании huawei компании хай силикон что вот эти все разработки сейчас выливаются конкурентоспособные продукты потому что все мы с вами знаем что асценты 910 b 910 c китая очень сильно славятся и в принципе положение компании nvidia которая у нас является может сказать чуть ли не монополистом на рынке и именно в китае она такой знаете шаткая поскольку huawei делает свое дело и предлагает вот такие вот конкурентоспособные решения которые не дают nvidia стать монополистом дорогие друзья благодарю вас за просмотр этого видеоролика ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на наш канал нам будет очень приятно в будущем будем продолжать вас баловать разнообразным серверным контентом ну а на сегодня все с вами были ребята из server flow приятного вам время провождения до свидания